Командный чемпионат Европы по легкой атлетике завершился победой российской сборной. Именно нашим спортсменам удалось задать темп соревнованиям с самого начала и удерживать лидирующую позицию до самого финала. Подробнее о чемпионате в нашем следующем сюжете. В течение двух дней трибуны на Олимпийском стадионе не утихали ни на минуту. Ведь тут шла борьба за кубок командного чемпионата. А значит от выступления каждого спортсмена зависело положение сборной в турнирной таблице. Для нас было важно каждое очко, чтобы не в зависимости как спортсмен, чувствовать себя на дистанции, в секторе, чтобы каждый боролся до конца. И хотя бы одно очко это уже задача минимум. Но конечно задача максимум это первые места. Лично я честно скажу, оно не так ответственно. Не так ответственно. То есть, ну проще, ну не то что проще относишься, но команда очень-очень волнительная. Действительно хочется, чтобы команда выиграла. Поэтому волновался. Сегодня сильно нервничал. Соревнования открылись с женских прыжков с шестом, где российскую сборную представляла Анжелика Сидорова. Спортсменка, представляющая в национальной команде Москву и Чувашию. Она сумела осуществить прыжок в 4 метра 70 сантиметров, повторив свой личный рекорд. Перепрыгнуть Анжелику удалось лишь легкоатлетке из Германии, Сидке Шпигельбург. Своим прыжком Анжелика принесла сборной 11 очков и осталась довольна своим выступлением. Как и зрители, которые после выступления ее еще долго не отпускали. Такая поддержка огромная. Все кричали, хлопали. Поначалу это немного трясло. Меня даже от этого сильно очень волновалось. Потом, в принципе, наоборот, поднимало настроение, заряд придавало. Так что спасибо всем еще раз. За всех почти мы болели. Конечно, за своих. Особенно наша землячка. Она очень вдохновила нас. Я завтра же сына веду именно секцию прыжком в высоту. Шестом. Противостояние с немецкими спортсменами было не только в секции прыжки с шестом. В течение всего первого дня именно победители прошлого года были нашими основными соперниками. Наряду с французами и англичанами. В целом хорошо. Обидно, что проиграла только немцам. А, вот именно немцам. Ну, потому что у нас идет все-таки командная борьба. Вот, они личный вид. И у них, они наши главные конкуренты. Как показывают прошлые годы, немцы будут основными конкурентами нашими. Мы хотим выиграть, но мы знаем, что Россия гораздо сильнее, чем раньше. Мы были очень близко, но они оказались немного сильнее. Разрыв был совсем небольшим. Российская команда очень сильная. Однако первый день удачным стал именно для российской сборной. В копилке наших спортсменов 187 очков. И далее в турнирной таблице закрепились Франция и Германия. Несильно изменилось положение во второй день соревнований. В лидерах также Россия, где легкоатлеты один за другим показывали достойнейшие результаты, что даже главный тренер сборной не усидел на месте. Конечно, ответственность чувствуется на каждом старте. Но я был удивлен. И очень мне было приятно, когда ко мне побежал главный тренер команды нашей страны. Обняв, поднял меня и сказал, Костян, молодец. Сразу какая-то усталость вся прошла. Я буквально рад. Нет слов. Рады и все болельщики России. Многие из них ехали на чемпионат не один день. Заранее забронировав места в гостиницах. Мы целые сутки добирались сюда, в Чебоксары. На перекладных, на четырех автобусах доехали. Удачно доехали. Знаете, когда душево увлекаюсь спортом и легкой атлетикой, не жалко ни денег, ни расстояния, ни времени. И охота приехать в такую дальнюю. За сборную России по всем видам. Болеем как можем. Стараемся. Молодцы, хорошо выступаем, довольны. Принимают здесь очень хорошо. Достойную организацию соревнований в Чебоксарах отметили и сами спортсмены. Их тренеры и представители международных легкоатлетических федераций. Все прекрасно, все на высшем уровне. Поддержка также для нас, для украинцев, очень приятна. Мы ведь братья. Все на высшем уровне, как в Европе. Вот были командные чемпионаты Европы в Англии, Германии, Швеции. Я могу сказать, что у вас не хуже, а публика даже повеселее, получше будет. Проводя эти соревнования, мы можем сказать, что не только в Москве и в Санкт-Петербурге мы можем проводить такого масштаба соревнований, а такие города, которые действительно теплые, уютные. И атмосфера действительно дружелюбная, люди открытые. И это очень радует. Хорошая организация соревнований очень помогла спортсменам. На счету нашей сборной 368 с половиной очков. И золотой кубок командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Далее в турнирной таблице представители Германии и Франции. Но противостояние и конкуренция – это только на время соревнований. Как только накал страстей и эмоций стихает, на первый план выходят дружеские отношения, когда и пошутить друг над другом не грех. Екатерина Абрамова, Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Андрей Спиридонов, Республика.